Море Одиночество Считается, что море – это то, что осталось от праматерии после створения мира, бескрайнея, бурливая и всегда склонная к возмущению. Море – это мать, дающая жизнь, и одновременно суровая, рождающая солнце. Море – это человеческая жизнь. Море – это память и забвение. На этой работе изображены две рыбки, но одновременно одна. Вторая, выполненная в более традиционной стаевой гамме для самой воды, тем самым одушевляет ее, делает море еще более живым, ведь именно в его лице ищет помощь и спасение, а может просто компанию, наша вторая рыбка. Здесь она изображена более яркой, огненной, солнечной, олицетворяющей собой еще и закат. Они соединяются, взаимодействуют друг с другом, через динамику, движение волн. В зрениях времен символ рыбы имел хорошее значение. По разных культурах временах он трактуется по-своему, но чаще характеризуется как богатство, плодородие и является трибутом божественной любви, возобновляемой жизни. Также характеризуют силу вод, как источника жизни и ее хранителя. Рыбы также олицетворяли приверженцев и учеников в странствующих водах жизни. Рыба, плывущая вниз, означает движение, увлекающее дух в материю, а плывущая вверх – возвышение к единству. Две рыбы означают светскую духовную власть, таинственность, ибо она пребывает в среде, не заступна для человека. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова